Сегодня у нас обзор оперативного совещания в правительстве Республики Башкортостан. И по-своему это уникальное совещание. Дело в том, что вполне возможно, что со следующей недели мы больше не увидим Дорогого Радия Фаритовича, председательствующего на этих совещаниях. Уже в этот четверг будет назначен премьер-министр и, скорее всего, назначенный премьер-министром Андрей Назаров и будет вести вот эти оперативки. И мы, как говорится, потеряем Дорогого Радия Фаритовича в качестве ведущего этих замечательных мероприятий. Мы не знаем, насколько веселыми, интересными и содержательными будут оперативки под руководством Андрея Назарова. Я, конечно, опасаюсь того, что могу потерять целый жанр в том смысле, что если они окажутся неинтересными, какие-нибудь тусклыми и совсем несодержательными, тогда, наверное, и говорить о них не будет смысла. Но это мы посмотрим. Безусловно, мы уделим большое внимание первым оперативкам с Андреем Геннадьевичем Назаровым во главе. А теперь все-таки перейдем к той оперативке, которая случилась у нас вчера. Посмотрим, чем она отличалась от предыдущих. Вообще, конечно, отличий было достаточно много. Во-первых, прямо ощущалось, насколько Радий Фаритович изможден вот этим видеоформатом, тем, что он еженедельно вынужден появляться на людях и устраивать эти мероприятия. Было заметно, как Рад Хабиров тому, что в скором времени его избавят от этой тяжкой обязанности. И несмотря на то, что практически все доклады, которые прозвучали на этой оперативке, носили, ну, прямо скажем, весьма сомнительный характер с точки зрения достоверности, Рад Хабиров никого не ругал, никого не поправлял, очевидные фейковые данные не перепроверял, а все больше хвалил, давал напутствие, говорил, что все у вас прекрасно получилось, и, как говорится, верной дорогой идете, товарищи. На тот случай, если оперативки с Андреем Назаровым во главе окажутся совершенно непригодными для производства наших обзоров, ну, слабым утешением, наверное, тогда для жителей Башкирии станет то, что с декабря в Уфе начинает выступать цирк Дюсалей. Последняя оперативка Радия Хабирова была выстроена строго по классической схеме, и первым вопросом обсуждалась оперативная ситуация на дорогах, в ЖКХ и чрезвычайных ситуациях. Классические три докладчика Беляев, Мухаммедьянов и Гумеров абсолютно стандартно доложили о том, что дела идут прекрасно и все лучше и лучше. Статистика ДТП смертности на дорогах неуклонно снижается. Единственным примечательным моментом было сообщение господина Гумерова о том, что в Сипаево полтора десятка жителей отравились шаурмой, но, слава богу, не насмерть. Вторым вопросом оперативного совещания был вопрос о готовности объектов энергетического хозяйства и объектов ЖКХ к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов. Выступал, естественно, и докладывал Беляев Борис Владимирович. Он сообщил нам полезные статистические данные о том, что в Башкирии 18 542 многоквартирных дома, 1561 котельная, 3914 километров тепловых сетей и так далее. Далее господин Беляев сообщил нам о том, что он потратил весьма существенную сумму, а именно почти 8 миллиардов рублей на совершенствование строительства и ремонт инфраструктурных объектов ЖКХ, в том числе 5,2 миллиарда рублей он потратил на капремонты. И самое главное, что отметил господин Беляев, что на данный момент все муниципалитеты, города и районы Республики Башкортостан отчитались о готовности к отопительному сезону. Это очень важный момент. Зафиксируем его и дальше пойдем. Господин Беляев лучился радостью, гордостью. Хабиров благосклонно кивал, но тут что-то пошло не так. Борис Владимирович был вынужден отметить, что Ростехнадзор вовсе не так радужно смотрит на ситуацию с готовностью объектов инфраструктуры ЖКХ в Республике Башкортостан. Оказывается, каждый третий муниципалитет в Республике Башкортостан уже получил предписание о несоответствии и неготовности инфраструктурных объектов ЖКХ к отопительному сезону. Более трети муниципалитетов и районов Республики Башкортостан не получили эксплуатационных паспортов, которые они, впрочем, могут получить еще до 1 ноября, если устранят те недостатки, которые обнаружены Ростехнадзором в области вот этих инфраструктурных и энергетических объектов в Республике Башкортостан. Хабиров выслушал доклад Беляева. Ну, в общем-то, в былые времена он, наверное, бы как-то посетовал или даже, может быть, не принял доклад господина Беляева, очевидно, противоречивый. Ведь совершенно понятно, что сначала Беляев докладывает о том, что все ему доложили о готовности, а потом докладывает о том, что Ростехнадзор не принял 30% инфраструктурных объектов Республики. Ну, так, по большому счету, это вообще катастрофа. Но Радий Фаридович решил не портить праздника. Как-то философски он отметил, я процитирую дословно, «Когда вы докладываете, что все хорошо», обратился Радий Фаридович к Беляеву, «а в конце доклада говорите, что не все хорошо, я начинаю понимать, что не все хорошо». Мощная философская сентенция. Древнеримский философ Сенека тихонько постучался, видимо, в крышку гробницы и жалобно попросился поприсутствовать на заседаниях правительства Республики Башкортостан. Столь глубокой мысли на оперативке, честно говоря, я не слышал давно. Третьим вопросом оперативки был вопрос о реализации республиканского проекта «Башкирские дворики». И снова на арене выступал Борис Владимирович Беляев. Он сообщил нам, что 404 двора благоустроены. Благополучателями от этого замечательного мероприятия, прямо скажем, предвыборного, стали 300 тысяч жителей Республики Башкортостан. Правда, наверное, стоило бы отметить, что 404 двора – это всего 2% из количества домов, которые так или иначе обладают дворами. И, соответственно, об этом, конечно, Борис Владимирович говорить не стал, но тем не менее. Правда, дальше пошли некие уточнения. 55 из этих 404 дворов приняты с замечаниями. В 336 ведутся работы. А в 13 дворах и вовсе не приступили к работам. Каким образом цифра 404 стала итоговой у Бориса Владимировича, остается загадкой. Более того, мы ведь храним все архивы всех выступлений, всех наших замечательных министров и вице-премьеров. Так вот, порывшись в прошлом, мы обнаруживаем, что, когда речь о башкирских двориках заходила в последний раз, звучала цифра 454 двора. Куда делись 50 дворов, запланированных в этой программе, совершенно непонятно. Но 8 июля 2019 года в своем докладе господин Беляев озвучил цифру 454. Это первое такое явное несовпадение в цифрах, которое прозвучало на вот этой последней оперативке Радия Хабирова. Их будет еще много, но отмечу еще раз, что Радий Фаритович не уделал никакого внимания точности своих подчиненных, а только благосклонно кивал и улыбался. Далее Борис Владимирович сообщил нам, что кассовое исполнение, то самое пресловутое и волнующее всех кассовое исполнение проекта «Башкирские дворики» составляет всего 34%. Борис Владимирович смог освоить 604 миллиона рублей из почти 2 миллиардов, запланированных на этот замечательный проект. Основным фактором торможения, тревожно заметил Борис Владимирович, является срыв поставки спортивного инвентаря и оборудования на эти детские площадки для башкирских двориков. А также Борис Владимирович сообщил нам о том, что Министерство ЖКХ планирует запросить дополнительное финансирование для этого проекта еще на 108 миллионов рублей. Видимо, тех почти 2 миллиардов, которые он не смог освоить, ему мало, и он попросит еще 108 миллионов, которые, наверное, сможет, а может быть и не сможет освоить. В общем, если честно, какое-то немножко абсурдное вот это вот заявление о финансах сделал Борис Владимирович. Кроме всего прочего, отмечу, что несложные подсчеты говорят о том, что в каждый двор, который осенил своим вниманием и благоденствием Борис Владимирович Беляев, планируется вложить 4,2 миллиона рублей. У меня вопрос, неужели в башкирском ЖКХ, коммунальном хозяйстве, благоустройстве больше некуда девать деньги, кроме как по 4,2 миллиона рублей вкладывать в каждый дворик, простите. Реакция Радия Фаридовича на доклад Беляева была очень благосклонной, однако выражалась весьма странными словами, я опять процитирую. Хабиров как-то, видимо, ментально усомнившись в убедительности самого доклада Беляева, потому что действительно было очень много странных вещей в этом докладе, произнес такую фразу, надо нам проталкивать эту тему людям, потому что людям это интересно. Еще одно такое примечательное противоречие прозвучало в прямой речи Радия Фаридовича, зачем что-то проталкивать, если людям интересно, они сами придут и будут там еще проталкиваться. Ну, в общем, Хабиров обратился к Мурзагулову с просьбой, дежурной просьбой пропиарить там конкретно этот вопрос, то есть попроталкивать, видимо, жителям Башкортостана идею башкирских двориков. Отмечу, что практически на протяжении всей оперативки час с лишним Мурзагулов просидел в одной позе, подперев голову в лоб руками и уставившись в смартфон или просто в стол, я не знаю, что с ним было. Трудно сказать, печаль обуяла главного пропагандиста республики, отчаяние, там, обстиненция. Может быть, ему было стыдно за то, что он слышал на этой оперативке, мы не узнаем, наверное, никогда, но в столь гневно запрещаемый смартфон во время совещаний господин Мурзагулов пиарился практически все время. Четвертым вопросом оперативного совещания был вопрос о ходе работ по ремонту подъездов на квартирных домов. Вообще, набор вопросов, вынесенных на эту финальную оперативку дорогого Радия Фаритовича, очень примечателен тем, что все эти вопросы – это предвыборные акции Радия Фаритовича. В той или иной степени все эти вопросы, все эти проекты, которые обсуждались, в этот раз носили исключительно пропагандистский характер. Докладчиком по вопросу ремонта подъездов на квартирных домов был, конечно же, генеральный директор некоммерческой организации, региональный оператор капитального ремонта Сафонов Павел Валерьевич, единственный, оставшийся в живых после знаменитого разгона руководства этой организации, единственный из семи замов, который занял место руководства в этой организации, естественно, ему было и докладывать. Павел Валерьевич бодренько сообщил нам, что он планирует по плану и обязательно его выполнят отремонтировать в этом году 4000 подъездов многоквартирных домов. 40% из них уже отремонтированы, 1602 подъезда. 43% из них, 1708, находятся в процессе ремонта. Что тревожно, 17% 690 подъездов – это подъезды, в которых ремонтные работы так и не начались. Павел Валерьевич клятвенно заверил дорогого Раде Фаридовича, что все работы будут выполнены к 1 ноября. Однако отмечу про себя, что тут тоже кардинальное расхождение с предыдущими планами, а именно 15 мая текущего года на таком же совещании была заявлена дата 15 сентября. То есть Павел Валерьевич не только еще не начал ремонтировать 17% запланированных подъездов, он еще и на полтора месяца сместил сроки. Павел Валерьевич посетовал на несознательных граждан, а именно на то, что в некоторых домах эти самые несознательные граждане категорически отказываются подписывать акты выполненных работ по ремонту их подъездов по причине того, что они требуют исполнения неких дополнительных работ, которые Павел Валерьевич вовсе не собирался исполнять. Речь идет на самом деле о том, что наивные жители требуют, например, забетонировать или заасфальтировать площадку перед самим подъездом. Например, на этой площадке располагается стационарная многолетняя лужа глубиной до 15 сантиметров, и они наивно полагают, что отремонтировав подъезд, Павел Валерьевич обеспечит им и подступы к этому подъезду. Однако Павел Валерьевич был неумолим. Он строго сказал, что никаких дополнительных работ за выделенные деньги он делать не собирается. Кстати говоря, объем финансирования у Павла Валерьевича весьма существенный. На 4 тысячи подъездов, которые он якобы должен отремонтировать в этом году, ему выделено 1,3 миллиарда рублей. Кроме того, у Павла Валерьевича радужное будущее. Уже на будущий год он запланировал отремонтировать еще 4 тысячи 360 подъездов, о чем он с радостью и сообщил дорогому Радио Фаритовичу. Радио Фаритович благосклонно воспринял доклад Павла Валерьевича и охарактеризовал его следующими выражениями, цитирую, «Ощущение осмысленной работы. Это государственная задача. Человек должен выходить на работу в чистый подъезд, и к 2024 году мы придем во все подъезды». Правда, дорогой Радио Фаритович не сказал, должен ли человек, который звучит гордо, выходя из чистого подъезда, проваливаться в многолетнюю лужу перед подъездом. Ну ладно. Правда, тут Хабиров немножко испугался мажорности своей ремарки и, цитирую, сказал следующее, «Я боюсь вам сроки ставить, вы их регулярно срываете. Жителям я когда смогу объявить, какие подъезды будут отремонтированы в 2020 году?» Задал вопрос Хабиров то ли Павлу Валерьевичу, то ли Борису Владимировичу. Но Беляев, как говорится, инициативу не упустил и бодренько сообщил, что к 10 ноября все желающие на сайтах Министерства жилищно-коммунального хозяйства и сайте рекоператора могут увидеть адреса тех подъездов, которые подвергнутся процедуре ремонта на будущий год. Отмечу, что Павел Валерьевич, видимо, по природной своей скромности умолчал о некоторых важных событиях, которые произошли в его ведомстве на прошлой неделе. Я говорю о том, что только на прошлой неделе Федеральная антимонопольная служба отменила 4 лота на общую сумму 200 миллионов рублей на работы по капитальному ремонту. Что, безусловно, несколько иначе характеризует качество работы Павла Валерьевича и то самое ощущение осмысленной работы, о которой говорил Радий Фаритович. Вообще дела в этой сфере идут на самом деле из рук вон плохо. Региональный оператор так и не научился правильно оформлять и проводить конкурсы. Гигантские деньги, которые выделяются на капитальный ремонт, так и уходят непонятно куда. Пятым вопросом оперативки был вопрос о привлечении врачебных кадров в учреждении здравоохранения Республики Башкортостан. Я уже сбился со счета, в который раз господин Забелин поднимает эту тему, вероятнее всего, конечно, эту тему поднимает сам, дорогой Радий Фаритович. Но в этот раз Максим Васильевич, судя по всему, повторился и зачитал практически один в один предыдущий доклад на эту тему. Он сообщил нам, что уже привлек в сферу здравоохранения 400 с лишним медработников, из них 105 врачей. Примечательно, что Максим Васильевич озвучил статистику по Башкирии и по ПФО. Например, то, что норматив по России вообще, федеральный норматив количества врачей на 10 тысяч человек составляет 37,4. В ПФО это 36, а вот в Башкирии это 34,9. То есть мы даже в рамках ПФО вообще очень сильно отстаем. Правда, за 2019 год Максиму Васильевичу удалось увеличить этот показатель на 0,2. И составляет он теперь 35,1. То есть, чтобы достичь хотя бы российского уровня, нам нужно еще 2,3 врача на 10 тысяч населения добавить. Немоверные усилия Максима Васильевича привели к тому, что дефицит кадров в области здравоохранения уменьшился на 0,1% занятых ставок в медицинских учреждениях. Напомню, что по Республике Башкортостан на данный момент не хватает каждого десятого медицинского работника. Вообще, это, конечно, очень сильно похоже на катастрофу, однако Максим Васильевич вовсе так не считает. Все его доклады бодрые, оптимистичные, такие четкие по-военному. Вообще, вся эта история смахивает на некую спецоперацию по привлечению врачей в сферу здравоохранения. Ради Фаритович рассуждал о том, что нужно им давать земельные наделы, наверное, скот, мелкую птицу, чтобы только привязать этих несчастных медработников в какой-нибудь сельской больнице. По-моему, Ради Фаритович и Максим Васильевич не понимают, что нечеловеческие условия проживания в отдаленных районах для врача, человекообразованного, получившего образование за довольно большие деньги, наверное, малопривлекательный фактор. И какую бы скотину или какой бы участок, заросший бурьяном, не выделил, дорогой Ради Фаритович, высокообразованному специалисту, наверное, этот высокообразованный специалист все равно будет посматривать в сторону блестящих зеркальными стеклами клиник в столицах, а то и за рубежом. В ходе своего доклада Максим Васильевич посетовал на то, что врачи повально бегут из Белебея, Миньков, Стерльтамака и некоторых других муниципалитетов Республики Башкортостан. Бегут они в Уфу, бегут они в другие крупные города, в том числе они покидают вообще Республику Башкортостан. Также Максим Васильевич остановился и на доходах врачей. Он сообщил, что минимальный гарантированный оклад врача вырос с 13 тысяч до 17 тысяч. И оклад составил более 60% от зарплаты. Вот здесь несложная арифметика позволяет нам понять то, что средняя зарплата по Республике у врача составляет 29 тысяч рублей. Но позвольте, где же те 64 тысячи рублей, о которых нам совсем недавно сообщил Башинформ? Напомню, что буквально на прошедшей неделе Башинформ триумфально сообщил, что средняя зарплата врача по Республике Башкортостан средняя составляет 64 тысячи рублей. В общем, конечно, путаница с этими деньгами довольно позорно выглядит. Последнее время ведомство Забелина подвергается достаточно интенсивной и многосторонней критике. Тут и закупки, очень странные закупки в ГКУ Минздрава. Тут и очень странная схема, по которой работает эта ГКУ, я имею в виду безраздельный допуск исполнителей к тем людям, которые формируют техзадания для конкурсов. Их какое-то слишком уж тесное взаимодействие, если не сказать, что союзничество и прочие недопустимые в этой сфере вещи, они процветают в Минздраве Республики Башкортостан. И господину Забелину, конечно, честно говоря, мало есть чем похвастаться. Также господин Забелин произнес такую странную практически невоспринимаемую фразу. Он сообщил, что дальнейшее прибытие специалистов планируется в сентябре-октябре 2019 года. Напомню, что еще летом господин Забелин ссылался на загадочное прибытие этих специалистов именно в сентябре. И никто не мог понять, почему они должны прибыть в сентябре. Теперь он переложил это дело на октябрь. Впрочем, традиционно для данной оперативки Радий Фаритович был благосклонен. Он охарактеризовал доклад Забелина следующими выражениями «Хорошо идем, ждем еще, посмотрим, к чему придем в конце года. Спасибо большое, хорошая работа», отметил работу Забелина, дорогой Радий Фаритович. Шестым вопросом оперативки Радий Фаритович анонсировал доклад о ремонте и строительстве дорог общего пользования в Республике Башкортостан. Прежде чем позволить выступить естественно Тимур Рафисович Мухаммедьянову, Радий Фаритович зачем-то строго сообщил, что в зале присутствует Элимбетов Азамат Фатахович, экс-премьер Республики Башкортостан и исполняющий обязанности директора Федерального учреждения управления федеральных автодорог. Зачем Хабиров сообщил об этом присутствующем и нам неизвестно, но тем не менее. Тимур Рафисович с присущей ему бодростью и будучи одетым в великолепный черный костюм от Армани сделал доклад о делах в области строительства дорог общего пользования Республики Башкортостан. В частности, он нам сообщил, что дорожный фонд в этом году составил 24 миллиарда рублей. Из них 5 миллиардов рублей это федеральные бюджетные деньги. Большая часть этой гигантской суммы 42% была истрачена на ремонт дорог в Республике Башкортостан. Всего же Тимур Рафисович на данный момент освоил тревожно мало 40,2% от выделенного бюджета. По плану у Тимура Рафисовича ремонт 1 тысячи километров дорог напомню из 30 тысяч вообще в Республике. А также он планирует в этом году построить 52 километра новых дорог и 28 мостов. Мосты разные, большие и маленькие, но безусловно 28 мостов это много. Начато строительство моста через реку Белую сообщил нам Тимур Рафисович. И да, действительно оно начато, мы это видим, особенно те, кто ежедневно вынуждены пересекать реку Белую по дороге на работу и с работой, они видят, что работы начались. Тимур Рафисович сообщил нам, что только в Уфе втрое увеличены объемы ремонта дорог. Однако, доля дорог, соответствующих федеральному стандарту, даже в результате титанических усилий Тимура Рафисовича и вложения во все это вот этих гигантских 24 миллиардных сумм составит всего 57,8%. Задумайтесь, доля дорог, соответствующих федеральному стандарту по итогам 2019 года должна составить всего 57,8%. То есть, оставшиеся 42,2% дорог так и не будут соответствовать федеральным стандартам. Вообще, цифра в 57% она очень близка к тому, что звучало в начале года. Честно говоря, существенных результатов деятельности Тимура Рафисовича не наблюдаются визуально в открытом пространстве. Все эти результаты звучат только в докладах. Однако, тем не менее, говорится, что имеем, то и имеем. Характерным моментом эффективности деятельности ведомства господина Мухаммедьянова является его собственное признание в том, что 10% дорог, которые были отремонтированы за счет вот этого дорожного фонда в 2019 году, не соответствуют требованиям, которые были предъявлены контрактами и договорами. Непонятно, какой уровень контроля смог организовать Тимур Рафисович за своими подрядчиками, но, тем не менее, каждый десятый километр отремонтированной или построенной дороги в Башкирии ремонтируется и строится в несоответствии этих нормативов. Однако, Тимур Рафисович с присущей этой оперативке оптимистичностью сообщил, что все запланированные работы по ремонтам и строительству дорог будут исполнены в республике Башкортостан к 15 ноября, к тому самому сакральному 15 ноября, к которому почему-то стремятся все министерства и ведомства в республике Башкортостан. Хабиров, благосклонно улыбаясь, выслушал Мухаммедьянова, не задал ни одного вопроса и как-то философски среагировал. Да, действительно, сказал Ради Фаридович, глядя куда-то в сторону, куда не приедешь, везде разговоры о дорогах, хочется понять, куда мы направляем эти деньги. Вообще, честно говоря, анализируя вот эти вот реакции высказываний Хабирова, особенно на этой последней оперативке, понимаешь, что по-хорошему-то он действительно, наверное, беспокоится о том, что происходит с этими финансами, с этими процессами, но ощущается то, что Хабиров, по-моему, уже отчаялся откорректировать этих своих подчиненных и, видимо, с радостью вручит их всех одним букетом Андрею Геннадьевичу на следующей неделе. Тем не менее, Хабиров не был бы Хабировым, если бы в нем не всколыхнулось былое. Не завершив вопрос с дорогами, Хабиров пустился в воспоминания и опять вернулся к этим несчастным песчанно-гравийным дорогам, которые они вместе с Тимуром Рафисовичем намереваются возвести в республике Башкортостан в гигантском количестве. В частности, Хабиров поделился личными наблюдениями о дороге, идущей от Чешмов к Щелканово. Он сообщил, что дотошные ревизоры его администрации, вооружившись рулетками и, видимо, какими-то особыми колышками, измерили дорогу и соотнесли ее параметры с теми параметрами, которые были заложены в техническом задании. И, о ужас, что же выяснилось, что средняя ширина дороги составила 10 метров, при том, что по смете она составляет 10,5 метров, толщина покрытия составила 13,5 сантиметров, а по смете 15 сантиметров. Нарушена технология уплотнения. Щебеночное покрытие вовсе отсутствует на этой замечательной дороге. И то же самое ревизоры Хабирова обнаружили на дороге в селе Айбашево. Ужас, ужас, возопил Радий Фаритович. Цитирую. «Получили дороги золотом высланные. Если есть признаки преступления, передать правоохранительные органы». Немедленно поручил сделать жесткие выводы Константину Шигемуратову дорогой Радий Фаритович. Шигемуратов сообщил, что в течение двух недель он справится с задачей. Наверное, кого-нибудь даже накажут, сомневаются, что посадят. Ну, вообще, вот такие ревизорские выпады, это, конечно, очень ярко, это замечательно. Люди на примерах, на четких цифрах понимают, какую дикую лажу организовали в области дорожного строительства. Я, например, абсолютно уверен, что вот эти песчанно-гравийные дороги в абсолютном своем большинстве будут исполнены примерно так же, как дорога Чешмы-Щелканова. Дорога не будет соответствовать размерам, сделают ее из подручных материалов, которые наковыряют в соседнем овраге, сдадут и получат вот эти вот безумные миллионы. Но, к сожалению, дорогой Радий Фаритович склонен только на конкретных примерах щелкать по носу Мухаммедьянова, а вовсе не принимать какие-то кардинальные решения. Седьмым вопросом оперативки был вопрос о подготовке Дней Республики Башкортостан в Москве, посвященных 100-летию Республики. Не считаю нужным рассказывать о том, что говорила Ленара Хакимовна в этом докладе. Отмечу лишь только то, что вот эти безумные праздники сабантуи, всевозможные представления с фейерверками и приглашенными гостями и медведями стали визитной карточкой новой власти за последние 11 месяцев. Кто-то там внутри этой верховной власти Республики Башкортостан почему-то уверен, что чем больше они будут веселить народ и радовать окружающих вот этими фейерверками, тем лучше они будут выглядеть в глазах окружающих. На самом деле все это не так. Нам бы побольше реальных дел, побольше реальных результатов, которые видны на улице о них докладах министров. Вот и все было бы хорошо, а сабантуи праздники это потом. Конечно же финальная оперативка дорогого Радио Фаридовича не могла обойтись без заключительного слова дорогого Радио Фаридовича. И это заключительное слово на этой оперативке было особенно примечательным. Во-первых, это был типичный камин-аут, то есть некое признание в ранее совершенных поступках, но начал Радио Фаридович с другого. Он сообщил, что 19 числа произойдет вступление в должность головы Республики Башкортостан. Вообще тревожно, когда люди начинают говорить о себе в третьем лице, но да ладно. Хабиров опять заговорил о том грандиозном и важнейшем документе, который готовится в недрах его администрации. Я имею ввиду тот самый какой-то гигантский программный указ, созданный по модели майских указов Путина, который уже вот который день грозится нам выпустить Ради Фаридович. Примечательно, что корректировать и координировать создание этого судьбоносного документа Хабиров поручил Андрею Геннадьевичу Назарову, тем самым косвенно и в очередной раз подтвердив тот факт, что действительно в скором времени координировать все вопросы в правительстве и непосредственно им управлять будет господин Назаров. И вот тут случился тот самый каминг-аут, о котором я упомянул. Хабиров сказал буквально следующее. Моя предвыборная кампания строилась не на конкретной программе, а на действиях. И теперь в этом указе мы отразим эти программы, мы сообщим, что и когда будет сделано в цифрах и фактах. Конец цитаты. Стоп. Мы все помним, как в предвыборный период апологеты и вот эти сторонники ради Хабирова клеймили огнем и железом вот этих негодных кандидатов, которые даже не представили своих программ. Оказывается, Хабиров тоже не представил свои программы. Кстати говоря, это было понятно и так, но в глазах вот этих квази-брестлеров и всяких прочих почему-то негодяями не представившими программами были все прочие, кроме Радия Фаритовича. Далее я бы задал вопрос, минуточку, а вот так можно было текущую работу самого Хабирова и его всех министров, всего его аппарата представить в виде избирательной кампании, использовать в агитационных целях именно свою работу, в чем собственно признался Радий Фаритович, и работу своих подчиненных, безусловно, которые без конца вились вокруг и иллюстрировали его замечательные достижения. По факту Хабиров признался в том, что он использовал во время выборов свое служебное положение, просто работая для того, чтобы агитировать. То есть вот этот скользкий момент, когда еще с незапамятных времен требовали на время предвыборной кампании должностным лицам республики уходить в отпуск, и однажды даже, кстати, Хамитов уходил в отпуск. Не сработало, а теперь Хабиров признается в том, что он намеренно использовал свои должностные возможности, полномочия и положения в качестве агитационного инструмента. Я, конечно, понимаю, что ни одна центральная и не очень избирательная комиссия никогда не зацепится за эти слова Хабирова, однако надо все-таки для себя отложить в памяти, в сознании вот этот момент, что даже он сам в общем-то сознался в этом. Ну, возвращаясь к этому судьбоносному документу, который уже в который раз нам обещают выложить Хабиров, я полагаю, что это будет некий набор деклараций с цифрами, да, с какими-то датами. Он будет насыщен вот этими социальными благами и благоприобретениями для жителей республики Башкортостан. Безусловно, он будет носить также агитационный характер, надеясь, что в нем будут хоть какие-то параметры, которые можно будет потом проанализировать и проконтролировать, надеясь, что в хоть какой-то степени этот документ немножко дисциплинирует ведомство. Я очень рассчитываю на то, что в этом программном документе будет заложено обязательство правительства и ведомств наконец-то создать и запустить механизм КПА в самом правительстве, потому что без контрольных четких, понятных точек измерения эффективности работы ведомств, поле для их безделия, бездействия и неэффективности становится практически бесконечным. В общем, ждем назначения премьер-министра, назначения нового председателя на этих всех собраниях. С замиранием сердца ждем, какими станут оперативки после ухода Ради Фаридовича на другую сторону Белого дома, чуть не сказал, на другую сторону Луны. Ждем изменений, ждем перемен, посмотрим, что у нас ждет дальше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова